Перевод и дубляж по версии Таблетка Тим. Огромная благодарность за перевод Андрею Вегеру. Также большое спасибо Вишмастеру, который сделал нас на шаг ближе к приобретению хорошей аппаратуры. Разум Фримена. Эпизод 44. Тот, кто не смог сбежать из тюрьмы, я уверен, испытывал те же чувства, что и я сейчас. Все равно мне некуда идти. Нужно попробовать раздолбанить эту хрень. Надеюсь, справлюсь это так через часок. О, намного быстрее расписание. Обожаю этот ломик. С ними я могу ворваться в Госдуму за три секунды и размазать всех депутатов до того, как они свалят через Черный Ход. Думаешь, ты сможешь достать меня в этой сливной трубе, мальчик-вертолетчик? Я вот сомневаюсь. К несчастью, я вижу некую закономерность во всем этом. Я мотаюсь туда-сюда, и ничего не вижу, кроме этих долбанных подземелий. Но как только я поднимаюсь на поверхность, обязательно случается что-то плохое, из-за чего я сожалею, что родился. А за этим опять же спуск под землю. Долбанный день сурка. И все становится хуже и хуже. Сейчас мне вот кажется, что если я вылезу, то попаду в кратер действующего вулкана. Ну вот. Что это такое? Это что, легкий весенний ветерок? Да ну! Почему все время тут я должен от кого-то себя защищать? И это чертово пищание, это как ветник смертного приговора. Я что, попал? Больше не стреляет. Не знаю точно, но я должен быть уверен в этом деле. Вот теперь нормально. Так, хорошо. Осторожнее, обрыв. Господи, как же тут высоко. Оу, отлично. Мне как раз нужно что-нибудь, чтобы отвлечься от мысли о смерти. Эхо! Спасибо, Эхо. Благодаря тебе у меня есть преимущество перед ними, ведь луки до меня доходят быстрее. Че ты там мне сказал? А, в общем-то, срать. Зато у меня самый лучший дробовик. Итак, на пол первого. Че? Че ты сказал? Повтори-ка. Ага, теперь больше нечего сказать, да? Я, в общем-то, не возражаю, чтобы кто-нибудь говорил обо мне фигню, если после этого его найдут здоровье в голове. Я все-таки стараюсь быть выше этого и прийти в согласие с самим собой. Черт, как же я высоко. Мне даже не видно адекватного пути вниз. Но нужно попробовать хотя бы так. Я думаю, что получится. Боже! Ну и хрень. Похоже, что путь вниз будет неблизким. В любом случае, я не антрополог, но я не знаю ни одного пещерного человека, жившего на скале. Видимо, эти первые пещерные люди думали, что они тут в безопасности. Вот, играл, играл маленький Билли у этого обрыва. Хопа, и нету маленького Билли. Потом нет Сьюзи, нет маленького Тома. Это вряд ли можно назвать безопасным. Видимо, поэтому этот вид нигде не упоминался. Чувак, это было так неаккуратно с твоей стороны заставить меня стрелять в тебя, чтобы отдача моего собственного ружья сбросила меня с обрыва. Хотя это было умно. И заставило мои мозги заработать новую силу. Какой смысл было прятаться за этим камнем? Это был приказ или твоя собственная идея? Вот хрень. Откуда вы, ребята, беретесь тут? Если ты пытаешься сделать, что сделал предыдущий парень, то у тебя ничего не выйдет. Ведь отдача не сбросит меня, а лишь ударит о стену. И на кой я тебе это все объясняю? Думаю, что я смогу тут весело прокатиться, но я абсолютно уверен, что пожалею об этом на краю трубы. Пойду искать другой путь. Ну на самом деле, как все эти солдаты сюда попали? Все эти уступы настолько узенькие, что я боюсь даже чихнуть. Ведь мой чих может вызвать крутую лавину. Наверное, все они тут новобранты, это последняя часть их тренировки. И, видимо, командир сбросил их сюда поодиночке и приказал добраться до базы. Никакого особенного плана действий не давая им. И кто сможет добраться до базы, тот и закончил свою тренировку. И даже если две трети новобрантов погибнут, это просто назовут интенсивной тренировкой. И вообще, мне кажется, что большинство из них уже покоятся внизу каньона. Похоже, что это лучшее направление, чтобы не умереть. Так, аккуратненько. Никаких лишних движений, тем более танцев. Да, хорошо быть на... Это никуда не ведет! Если я пошел не по тому пути, то это жопа. Оу, интересно, что было причиной смерти? Тут их даже двое. Похоже, что прятаться в стене действительно был приказ. Но зачем? Не, я туда не пойду. Если бы солдаты были умнее, они бы разбросали немного гравия на эти уступы, чтобы я точно навернулся. Им бы и сейчас это понадобилось, но я совершенно уверен, что они не смогут прочитать мои мысли. Вот черт, я тоже не могу читать свои мысли. Так, подожди. Если рассуждать о чтении мыслей, то меня бесят люди, которые верят в пользу надевания на голову шапочки из фольги. Они просто понятия не имеют, о чем говорят. Так, я должен сконцентрироваться, чтобы не умереть, ведь тут реально опасно. Хрен, Настя. Ну, допустим, чтение мыслей возможно, что на самом деле уже очень большое допущение. Это... Что это, блин, такое? Это что, действительно мост на другую сторону? Я вообще-то ожидал чего-то поприличнее, чем мостик в стиле Индианы Джонс. Ёперный театр, почему бы им не повесить тут надпись «Просто прыгай вниз». Что за чертовщина? Почему рядом с профессионально сделанными трубами висит такой дохлый мост? Прогнившие доски, перил, нет, я понятия не имею, как солдаты сюда попали, но точно не этим путем. Мало того, тут еще и огромные дыры между досками. Если была бы у меня веревка, всего-то и нужно было бы прибить крюк к скале, обвязаться и спуститься вниз. А хотя это бред, потому что мне бы пришлось тащить очень длинную веревку. А эти солдаты точно спускались сюда по авиационной веревке. Все-таки будет правильнее, если я пойду по канатам. Они выглядят в разы крепче, чем эти дощечки. А может я и преувеличиваю. Оу, нет, я слишком молод, чтобы умирать! И все-таки нужно было проверить у солдат, есть ли у них веревки. Они наверняка бы укрепили этот мост. Только посмотрите на эти крепления! Они практически на краю скалы! Они же просто могли выскочить оттуда! Ладно, во всяком случае я не упал. Уточним, пока еще не упал. Нет, это было бы уже слишком. Вообще-то возьму-ка я пистолет, так будет проще. Как же высоко! Я честно даже не представлял, что черное место действительно построено на скале. Это делает мою теорию об индейском происхождении этого названия неверной. Я возьму это... О, вау! Вот этому переходу я бы смог доверить свою жизнь. Ведь он отличается от любых мостов, по которым я ходил все это время. И он действительно другой, у остальных были поручни. И все-таки я пройду по земле. Но как ни крути, это построено в соответствии с нормами. Если вдруг паук выпрыгнет из-за угла, нужно быть осторожным, чтобы не испугаться и не упасть. Мне кажется, что тут не так уж и много пауков. Стой, ты не паук! Будь аккуратнее, я же и упасть могу! Аккуратнее! Что ж ты делаешь, Ирод? Я же могу упасть и убиться нахрен об камни! До тебя что ли не доходит? Нет, конечно же нет. Как обычно, я единственный, кто должен был об этом подумать. Воу, автоматические двери. Вот что значит сойти за смертельно опасной дорожкой. Это она? Боже, это базука! Отличный подарок для человека, у которого все есть. Ты и я, нам теперь открыты все дороги. В моих руках власть, сейчас я могу все! Ты лучшая, что случалось со мной за все это время. Да, и твои друзья пойдут с нами. Закрыто. Стоп! Твои уши слышат то же, что и слышат мои уши? Ну все! Ну же, подбирайся из-за угла! Давай попробуем кто кого! Покажись-то, сынок! Как насчет этого? Ну же, еще! Вот, блин, лазерный прицел на моей базуке сбит. Но ничего, буду пользоваться навигационной системой. Где ты там? Давай сюда! Теперь я не промахнусь! И о тебе никто не вспомнит. Это было, конечно, здорово. Но! Подожди, слышишь это? Ты слышишь? Это тишина! Она всегда звучит, когда люди, которые хотят меня убить, погибают! И у меня есть базука! Базука с лазерной системой наведения! И я шагаю по очень, очень узкой тропинке. Кроме того, этот подарок в виде базуки дал мне пищу к размышлению. Мне нужно пересмотреть свою теорию о вселенной, которая хочет меня убить. Ведь если бы это было правдой, базука бы никогда не появилась. Сойдусь на том, что большая часть вселенной хочет меня убить. Тут, похоже, довольно серьезная игра. А я в ней то ли Персей, то ли Одиссей, который сидит в центре этих космическо-политических событий вселенной. Это хреново. Хотелось бы, чтобы вселенная полюбила меня. И ведь должен быть способ, чтобы это произошло. Похоже, что я забыл что-то очень важное. Чтение мыслей. Вот оно. Допустим, так и оно существует. Допустим, эту передачу невозможно засечь никаким спектрометром. Но эти ребята с шапочками на голове, они что думают? Что это электромагнитная радиация? Но что эта тоненькая фольга может сделать? Эта ступенька была сложновата. О боже! О боже! Ну допустим, что это электромагнитный поток. Так для этого нужна бронированная решетка, а не какой-то кусок фольги. Она даже не заземлена. Скорее всего, этот кусочек фольги будет компенсировать мысленный сигнал, но точно не сопротивляться ему. Тут больше шансов с водолазным шлемом, а не с шапочкой с фольги. Такие люди безнадежны. Да ёб твою мать! Да, Тора у шлёпок! В лепёшку! Хрен с ним с этим чтением мыслей. Мне просто нужен шлем. Всё-таки это более или менее серьёзная защита от всяких попрыгунчиков и пролетальщиков. И пуль. Не хочется использовать базуку ради какой-то фигни, которая может оттуда вылететь. И всё-таки я пойду потенциально опасным путём. Если бы тут не было так опасно, это было бы отличным местом, где построить парк водных аттракционов. Переведено и озвучено по версии Таблетка Тим. Огромная благодарность Андрею Вегеру. Хотите узнать про следующие эпизоды Разума Фримена? Зайдите к нам в группу.